Поехала. Здорово, мужик, на связи Шамшурин. Вот, и это очередной выпуск видео вопрос-ответ. Я тут, как всегда, нафоткал себе ваши комментарии. Ребята, ну почти все вопросы выписал. Не знаю сейчас, сколько успеем, сколько успеем, потому что времени очень мало на самом деле. Итак, погнали. Значит, здорово, мужик, привет тебе от российского Крыма. Один из твоих подписчиков, на канале, который сильно смотивировался от твоих видео еще летом 2014-го и взял путь на коррекцию себя и успешные, успешные дубы. Теперь все по-другому. Принцип «знакомлюсь, когда хочу, работает всегда». Твои принципы просты, понятны, а главное эффективны. Ну я сейчас, короче, буду краснеть. Хочу рассказать про одну свою недавнюю ситуацию из жизни и спросить твое мнение. Это важно. Недавно познакомился с девушкой, на 6 лет старше меня мама, замужем. Появился контакт, и потом я понял, что ей нужен любовник. И открыто демонстрирует свои намерения. То есть, если я захочу секс, будет 100%. Теперь вопрос. Как это все выглядит со стороны морали и мужской средарности? Все-таки она мама и замужем, но она меня возбуждает. Если бы у тебя была такая ситуация, как бы ты поступил, разрешил бы себе, интересно узнать твое мнение. Короче, насчет российского Крыма, не российского, ребят, я вне политики, там, сами разбирайтесь. Честно говоря, мне плохо, и, может быть, вы меня в этом обвините, да, но я деньги зарабатываю, стараюсь помочь людям в свою очередь, да, и стараюсь не смотреть новости, потому что я их включаю как-то редко. Тут, блядь, убили, там, взорвали, там, на Украине, там, тут, там, сям и так далее. Ребят, неважно, сейчас мы не о политике разговариваем. Короче, суть вопроса в том, что морально, ну, или не аморально, это, как бы, ну, вообще, как бы, если я сейчас начну говорить, что да, конечно, можешь ее трахать дальше. Некоторые подписчики, я смотрю, что пишут, что даже сам Лесли не трахает, там, чужих жодов. Ну, по поводу Лесли, как бы, сейчас говорить не будем. Если это будешь не ты, мужик, то это будет кто-то другой. Если ты говоришь, что она открыто дает понять тебе, там, все это, как бы, намекает, и секс, и так далее. Да, может быть, там, это аморальное что-то, но, чувак, она себе найдет кого-то другого. Это первое. Второе, в этом явно вина не твоя, и не этой девушке, а вина ее мужа. Значит, что-то он ей не додал, в каком-то эмоциональном плане. Опять же, не надо перекладывать на меня ответственность. Можно тебе, не можно. Я бы стал, допустим, если такая ситуация. После этого можешь считать меня животным. Следующий вопрос. До каких пор ты продолжаешь встречаться и трахаться с текущей девушкой, пока не познакомишься и не залезешь на новую? Или как это вообще у тебя происходит? Как долго ты встречаешься с какой-то одной девушкой? Сейчас, ребят, у меня есть девушка постоянная, да? Как бы сейчас вообще отдельный разговор. То, что было раньше, у меня постоянно было 2-3-4 девушки, с которыми я занимался сексом. Какая-то одна из них, допустим, либо сама ликвидировалась как-то, устранялась, либо я начинал ее сливать потихоньку. Переставал выходить на связь, говоря, что некогда, и она сливалась сама по степени. В это время появлялась какая-то еще одна, еще одна. То есть в итоге у меня было как бы 2-3-4 постоянно вот так вот меняющихся девушек. Получается, как бы этот гарем существует, ты добавляешь в него кого-то, через какое-то время кто-то убавляется, кто тебе это доедает и так далее. Попробую вот по такой схеме. Рамиль пишет. Здорово, есть такой вопрос. Общался с девушкой месяцев 6, не всегда виделись, конечно, но проводили всегда время отлично. Никим всегда был. Через какое-то время она просто начала сухо отвечать, не писать и так далее. А потом уже даже на звонки перестал отвечать. После этого я и сам все понял, то что может у нее, наверное, появился другой, поэтому так ганать ее не стал. Не парился, просто отстал от нее. И проходит месяца 3, она начинает выходить на связь первая, спрашивает, как дела отчеты, не звонишь и так далее. Как же тут с ней пойти? Почему же интересно? Она про меня вспомнила, хотя же игнорила ее. Может ее бросил тот, и теперь она таким образом хочет его вернуть через меня. А пока просто временно решила надешиться со мной. Короче, как быть. Ну, смотри, чувак, то есть если у тебя в данном случае, в данном моменте твоей жизни как бы не хватает секса, трах ее дай. Просто не парься. Ну, пока вселенная дает тебе эту девушку трахнет дай. Почему так? Да, скорее всего, ты там тогда не заинтересовал, общался с позицией снизу, решил с тобой потрахаться, но появился какой-то чувак, который больше заинтересовал, ушла к нему. Он ее бросил, она осталась без секса и решил написать тебе. Ну, радуйся, что тебе, потому что, как бы, значит, ну, из тех, кто у нее был, ты там оказался самым более-менее неплохим парнем. Поэтому, мужик, ну, я бы тебе посоветовал просто не строить никаких планов, не выяснять отношения, там, вот ты меня бросил, бла-бла-бла, забей на эту херню. Ну, скажу, да, давай встретимся. Встретился, потрахался, не знаю, потом захотел позвонить еще раз. Она позвонила, если у тебя есть время встретиться. Здесь уже можно, даже и сама начнет инициировать какое-то выяснение отношений, ты говоришь, ничего не надо, будем встречаться вот так вот, общаться как друзья, отрахаться и так далее. Вова, а как ты относишься к приему алкоголя с целью снятия таких симптомов перед знакомством, как тревога, матраша и так далее? Просто реально становится легче подходить. Несмотря на то, что становишься чуть тупеньким и заторможенным, можно ли впасть в зависимости от такого метода? Ну, вообще, алкопикап я не приветствую, хотя, как бы, если мы идем куда-то в клубы с друзьями, ну, мы всегда там под каким-то коктейльчиком, не под таким, как принято, где-нибудь там, у тебя в Саратове, не под ягуаром, в смысле нормальный коктейль, который подают в клубе. Ребята из Саратова, шутка, конечно, не обижаюсь. Вот. Но я пью там коктейли, допустим, в клубе не для того, чтобы мне было легче подходить к телу, потому что, а что там еще делать? Ходишь, наслаждаешься кем-то с писленьким коктейлем. Вот. Ну, старайся это, как бы, не практиковать сильно, то есть, да, в клубах, там, на вечеринках, ради бога. Но, я надеюсь, ты пьяный по улице не ходишь там, все бы, тебе стало легче, ты пиваешь и не знакомишься, сделаешь. Ну, аукопикап, это один из выходов для тех, кто боится очкует, но, как бы, это не самый лучший выход, если ты хочешь услышать какой-то ответ. Павел пишет на, по поводу спиддейтинга, что-то он там не понял, да, то есть, да, о чем идет речь, так что, известно. Ты упомянула о так называемых невостребованных девушках, то есть, страшных, совсем не симпатичных, не интересных, как ты еще говоришь. Кто-то страшный о невостребованных девушках, какое место они вообще занимают в нашей жизни с точки зрения пикаперов, ведь пикаперы всегда охотятся за максимально привлекательными, а невостребованные, надо понимать, должны оставаться каким-то лузером, или у каждого из них есть в жизни шанс стать намного привлекательнее, равно как у парня. Короче, не очень понял вопрос, но для начинающих пикаперов, да, такой момент, чтобы ты не думал, что я тут учу людей трахать некрасивых женщин, естественно, люди приходят в пикап для того, чтобы получать самых лучших женщин, в том числе, потому что ты начинаешь развиваться и становиться интереснее, богаче, красивее, умнее, накаченнее и так далее. прокачиваешь свою коммуникацию, еще какие-то там навыки, страхи и так далее. Но на первых порах, если ты знакомишься с какими-то девушками и красивые вот, не вызванились, да, одна из них, которая там, ну, чуть меньше тебе понравилась, чем другие, да, ну, ты думаешь, блин, я, в принципе, крисую, но она вызванивается и охотно идет на контакт, лучше тогда хотя бы ей позвони, да, займись с ней сексом и так далее. Это повысит твою сексуальную энергетику. Как говорил мой дедушка, всякую шваль, нахуй пяль, бог увидит, хорошую даст. Царству небесу не будет. Это не значит, надо воспринимать буквально, но доля правды в этих словах есть. Сейчас на первых порах старайся брать от вселенной то, что она тебе дает и, естественно, стремить к лучшему. Если какая-то топ-модель не вызванилась, но вызванилась такая обычная серенькая девка, начни с нее. И каждая новая девушка, она начнет повышать как-то по сексуальную энергетику и все более, как-то лучшего качества девушки будут на тебя вестись. Вот. Вова, привет, вопрос небольшой. Как думаешь, стоит ли на первом свидании заезжать за девушкой, созваниваешься, назначаешь встречу, а она тебе, мол, заедешь за мной, заезжать совсем не по пути. Что думаешь? Ну, я думаю, это не принципиально, но можешь заехать. Но с другой стороны, как бы, смотря как она это говорит, как тут мне недавно попалась девка, слава богу, такие давно не попадались, она говорит, положь мне денег на телефон. А, даже не, она как-то говорит, положи мне денег на телефон. То есть не пожалуйста там, и не мог бы ты, и, короче, после этого я послал мне денег. То есть, если тебя действительно это обламывает, и ты понимаешь, что она может приехать на метро, ну, попробуй предложить ей такой вариант. Если с другой стороны у тебя есть тачка, в этом есть плюс, то что ты можешь так и не доехать до места свидания, а ты можешь заняться с ней сексом уже в тачке. То есть ты заезжаешь, вы катаетесь, едите якобы в кафе, по дороге останавливаетесь, там остановились, тут остановились, выше погуляли, опять сели в тачку, болтаете, и как бы... потом ты едешь уже не на место свидания, не в кафе, а на место секса куда-нибудь там, в какой-нибудь набережной, в какой-то парк, где обычно у вас тратуются, на машинах. Ну, я делал раньше вот так. Вопрос, стоит ли мутить с девушками, с детьми, особенно общение... особенности общения с девушками, с детьми. общение то же самое, как бы часто бывает такое, что девушка красивая, классная, ну вот у нее есть ребенок, но она развелась, ну по каким-то причинам. И им тоже хочется отношений, секса и так далее. Ты спроси себя, хочется, нужно ли тебе это. Потому что так же можешь с кем-то просто заниматься сексом. Может быть, тебе кто-то потом понравится, и ты воздашь там семью, примешь этого ребенка. Как это из твоих личных соображений, понимаешь? Если ты хочешь чисто с ней трахаться, я бы тебе не рекомендовал как-то контактиться с ее ребенком, потому что дети, они такие, особенно маленькие, они очень быстро привыкают, особенно если ты чувак нормальный. У меня такой был в много раз, если как бы ребенок к тебе привыкает, потом уже начинает там чуть ли не папой тебя звать, да, и когда придет Вова там, ну не знаю кто ты, Саша, Петя, Вася. А потом, если ты с этой девушкой расстаешься, ты получается еще больно делаешь ребенку. Поэтому если ты только для секса, ну не надо вмешивать ребенка. Что касается детей, мне часто в свое время, пока я эту программу не проработал, попадались девушки с детьми, с которыми у меня были какие-то длительные отношения. То есть здесь уже есть такая штука, как программа рода, в одном из своих следующих видео я обязательно расскажу тебе про программу рода, про расстановки по Хеллингеру. То есть у меня у папы до нашей семьи была еще одна семья, и там остался сын-ребенок. Он платил алименты, все нормально, но он с ним больше никогда не виделся. И как бы если взять программу рода, то если тебе попадаются часто девушки с детьми, возможно, ты закрываешь какие-то долги своих родителей, своих предков и так далее. То есть это такой тонкий вопрос. Ну, как бы так, чувак. Не знаю, услышал ты что-то полезное, сейчас в этом ответьте, или нет, надеюсь, что да. Здорово, Вова, мне 19, у меня есть девушка уже год. Я люблю ее и не хочу изменять. А у нее первый, а я у нее первый, и часто разговоры заходят о том, что мы на всю жизнь вместе, а дети к тому тому подобное. А мне, когда только 19, хочется еще погулять, но девушку терять не хочется. Что делать? Блин, ну это сложный вопрос, мужик. То есть, но скажите одно, что жениться в 19 лет, или там 20, это полный бред. Ну, как бы девушка, может быть, там, созрела для замужества, но не портит жизнь ни себе, ни ребенку, который, возможно, может появится. Есть масса вариантов, но попробуй беспалево от нее, чтобы она не замечала твоих измен изменять ей эту сессию. Это, на самом деле, очень сильно пугает мужика, даже на большинстве женских тренингов разбирается такая тема, что девки пугают мужиков изначально тем, что они сразу пытаются завладеть их свободой. Не успели они начать встречаться, допустим, она уже говорит, а вот здесь мы поставим кроватку, а здесь вот у нас будет холодильник, а вот тут мы поклеим такие обои, а мы будем с тобой ездить куда-то. И даже если мужик любит эту девушку, и все хорошо, он начинает думать, бля, особенно, мол, меня уже, как бы, захапали в плен, я уже, как бы, получается, обязан принадлежать ей. И в итоге мужику проще слиться. Реально так, потому что для него, как свадьба и какая-то там отношение или что-то в этом духе, это серьезный шаг, к которому он должен прийти сознательно, а не то, что ему говорят, вот здесь у нас будет то, вот здесь будет то. Поэтому, в крайнем случае, можешь с ней поговорить, сказать, что, понимаешь, мне нужно созреть самому для того, чтобы я, как бы, вот сам тебе это предложил. Я бы попросил тебя слишком часто вот на такие вещи со мной не говорить, потому что меня это пугает. Объясни ей вот то, что самое, что я тебе сейчас сказал. Наверное, самый лучший вариант такой. Вот. Блин. Кто-то подставай. Сейчас, мужик, найдем вопросы. Ну, как-то так. Я считаю, что любую ситуацию можно решить на словах. Если девушка отказывается тебя понимать, ну, если она девственница и ты ее лишил девственности, то она, скорее всего, по этой причине не видит никаких других мужиков, кроме тебя. Не знаю, подожди год-два, повстречайся вот так вот. Ничего не обещай, скажи, мне надо время хотя бы пару лет. Закончите институт, еще что-нибудь придумаю. И посмотри, что будет дальше. Вова, привет, классно делаешь, классно делаешь, 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 а просто такой, 25 лет, живу с мамой, были девки, ходил на пикап, но после третьего года все стукло. Сейчас появился, наконец-то, материальная возможность съехать от Ио. Но буду жрать бич-пакеты пару месяцев, первый. Стоит ли съезжать, какую сторону этого влияет плавных дел? Мужик, можешь жить с мамой до пенсии, на самом деле. Я понимаю, что это комфортно, тебе там обстирали, приготовили и так далее и тому подобное. Но, во-первых, куда ты будешь вести девок и люди, которые приходят ко мне на пикап-тренинг, на мои тренинги по соблазнению. если у них нет хаты, они там какие-то бедные студенты или что-то еще, буквально проходит полугода-год, они звонят, говорят, чувак, я уже живу отдельно, неважно, там с парнями где-то снимают пушку или еще-то, но я уже обзавелся каким-то съемным жильем. Пикап толкает тебя к развитию материального, потому что нужна хата сначала съемная, потом своя, нужна тачка, там нужны шмотки, нужно то, нужно все, нужно 30. И это, естественно, будет дискомфортно. Подходить девушкам тоже дискомфортно в первое время. И если ты вот как бы из-за жратвы готов пожертвовать своей личной жизнью, можешь остаться с мамой, жрать, потом расхолстеть, как в каком-то там телешоу. Одна за всех, по-моему, там такой толстенький чувачок с мамой жил. Вот, и в какую сторону повлияет? Ты станешь более самостоятельным, где потом нужны самостоятельные парни, а не маменькие на сынке. Привет, мне 20, но меня привлекают девушки гораздо старше. 25-27, на прямом ходе к ним постоянно слышу одну и ту же празу. Ты слишком маленький для меня. Что посоветуешь? Заранее спасибо. Ну, во-первых, ты сам заморачиваешься, и таким образом, однозначно, ты притягиваешь к себе женщин, которые чувствуют эту твою заморочку и на нее давят, делают на ней акцент. Расслабься к чертям собачьим, во-первых, хотя может где-то звучит проще, чем на самом деле сделать. И во-вторых, не знаю, прессия, лицо каждый день, что у тебя выросла или какая-то борода. Самое главное, говорим, что будь уверен в себе и говорим, что возраст мужчины не определяется его годами, он определяет его жизненным опытом. Можно быть 19-летним, но очень много чего в жизни повидать и иметь какую-то жизненную опыт. Можно в 34 года жить с мамой и что я в жизни не видеть. Объясняем как-то так. У меня такой вопрос. Если едешь с девушкой в транспорте, но нет возможности подойти к ней в данный момент, то как лучше начать общение с ней, если вы... Короче, об этом у меня недавно был видос. Посмотри предыдущее видео. Возможно, ты ее уже увидел и ответил сам себе на этот вопрос. Привет, Плова! Всем подписчикам! У меня такой вопрос. Я общаюсь с девушками через ВК и встречаюсь с ними часто. Тело доходит до секса, но у меня такая проблема. Я боюсь, живу и знакомиться. Надо ли заморачиваться? Спасибо заранее. Ну, можешь не заморачиваться. Можешь вообще запереться у себя в доме, послать нахуй своих друзей, заказывать еду по интернету, шмотки по интернету, общаться с друзьями не вживую теперь, а только через онлайн. Короче, в таких случаях я всегда говорю, представь, что если завтра, не дай бог, просто накроется медным тазом в интернет. Ну, вот, не знаю, блять, санкции, Обама, там, кто-то бутит, ну, не важно. Космический корабль прилетит, сломает интернет. Что ты будешь делать? Ты будешь грачить. Однозначно, я только за живу, вообще не за живу. Соблазнение, но это мое мнение. Поэтому, глывай с нахер за компьютером. И, скорее всего, вот ты сейчас, наверное, согласишься, что девки, которые попадаются в интернете, они изначально в интернете лучше, чем на самом деле. Наверное, не то, что ты хотел, может быть, когда приходят. Поэтому, что могу тебе предложить? Проходи тренинги по соблазнению. Кстати, на тренингах. Сейчас я прервусь на 5 секунд. Еще раз хочу напомнить, что 20 апреля ходит. Да, апрель. Сейчас апрель. Стартует очередной мой онлайн-тренинг, но по суперцене. Цена всего 5 тысяч рублей. Какой цены не будет в ближайший год точно? Вместо 15, 5 тысяч рублей. Почему я делаю иногда такие халявы? Потому что мне хочется как можно больше народа, чтобы больше людей смогло себе это позволить, научить тому, что я умею сам и изменить как-то вашу жизнь. Иначе вы так и будете смотреть мои видосы, в которых есть только какие-то подходы, информация, но тех секретных штук, которые именно дадут вам пинка и смотивируют, заставят двигаться вперед, естественно, в общем доступе нет. Итак, 20 апреля онлайн-тренинг стоимость 5 тысяч рублей. Запись на этот тренинг будет только 15 и 16 апреля. 15 в 10.00 по Москве мы откроем запись, 16 в 22.00 по Москве мы запись закроем. Эта халявная цена будет действовать только эти два дня. Ни раньше, ни позже. Если ты не успеваешь писаться в эти два дня, то ты не успеваешь. Итак, привет, Вова, всем подписчикам. У меня такой вопрос. А, это же было. Здорово. Вован, у меня к тебе вопрос пару раз лично виделись, но я что-то все время забываю спросить. Я тут столкнулся с проблемой, когда выходим в поле в торговый центр, беру номер у одной девушки, а потом она видит, как я знакомлюсь с другой. При вызвании говорит, я видела, как ты с другими знакомишься. Кидает меня по фрейм кикапера и не высванивается. Что тут лучше сделать? Стараться и попадаться ей на глаза в этот день или может как-то вырулить? Ну вообще, если тебе девушка очень сильно понравилась и думаешь, блин, вот это она, девушка, мои мечты, может быть, не надо больше при ней подходить к кому-то еще. Но я на своих тренингах сознательно заставляю парней именно на этом пятачке, они говорят, слушай, а вдруг меня увидят? Я специально сознательно заставляю их подходить в том месте, где их могут увидеть при этом мужчине. Тебе надо понять самому себе в первую очередь, что ты мужчина и ты имеешь право выбирать женщин. И остальное тебя просто не ебет. Вот захотел к этой, захотел к этой. Не факт, что девушка отреагирует плохо. Да, она, возможно, тебя спросит, проверит, как это так, ты скажешь, ну вот как-то так. Понравилось несколько девушек и решил подойти. Ты понравилась больше всех, поэтому звоню тебе. Да, может быть, она не вызванется, но значит, это не та девушка, которая тебе нужна. Достаточно умная. Не заморачивайся. Вот этот прием подходить специально там, где тебя могут увидеть, он очень хорошо работает в том смысле, что он помогает понизить значимость женщины того предела вообще. Потому что ты начинаешь не заморачиваться, увидят, не вызвались, а то хрен с ней. Как только ты понизишь эту значимость, только тогда у тебя будет все круто, все будет классно. девушка берет трубку, милая вещь, сообщается, но несколько часов ставит лайки, всегда отвечает, перезванивает, соглашается на встрече, но в последний момент за час на встрече извиняется, говорит, что ему нужно голову помыть и то-то, то-то. короче, на данный момент это очень интересный вариант. Че, блядь, в дожди встречается с разными девушками, но это на данный момент это очень интересный вариант. И хочется поставить точку в среднем. Раз в 30-60 дней мы с ней переписываемся, договариваемся пойти и положить, положительно реагировать, но потом облавывается. В чем может быть проблема? Проблема в том, что не заинтересовала, послить тебя ей неудобно. И ты звонишь там раз в месяц, не знаю, ты бы еще звонил раз в полгода, а потом спрашивал меня, почему эта девушка не приходит из-за него. Попробуем, ну, понастаивать, вытащить ее все-таки, поймать ее где-то. Ты звонишь ей раз в 60 дней и говоришь, давай, увидимся. За это время я уже три раза кто-то другой трахнул или там она пошла в 15 раз сходил на свидание. Поверь мне, наши чуваки поинтереснее тебя, потому что они всегда могут быть. Вот. И ты удивляешься. Если бы ты девушку заинтересовала, она бы сама тебе позвонила, когда она жесткая, значит, проблема именно в этом в том, что ты девушку не заинтересовала. Как? Ребят, все те, кто думают, что в России с девушками общаться сложнее, чем за рубежом, в той же Украине просто не подумают, что в Москве не вся Россия, что в вашем городе женщины в конец охуели. Зазнались или засвездились. Вот отсюда все эти ложные выводы. Надеюсь, никого не обидел. Насчет Москвы, ребята, кстати, вот недавно были в Питере очередной раз, и это была жесть, потому что, блин, вот ты реально понимаешь разницу, что в Москве девки действительно охуели. Вот как общаются петербурженки, там совершенно другой менталитет, совершенно другое воспитание. Да, здравствуйте, что-то, конечно, я вас слушаю. То есть вот так вот, здесь ты просто можешь подойти, привет, как пошел нахуй. Такого там не будет, в Питере. Реально, вот туда Москва такая. Но если ты научился соблазнять девушек, девушек в Москве, это довольно-таки высококонкурентный город, потому что куча классных парней, богатых, успешных, куча красивых телок, которые знают себе цену, то в других городах будет вообще легко просто, без щелчков. Привет, Вова, были ли у тебя случаи, когда ты познакомился с девушкой, дело дошло до секса, и оказывается, что она девственница? Можно ли как-то это понять при подходе в обобщении? Ну, вообще, понять сложно. Это целая тема. Сейчас, если я буду рассказывать, какие есть варианты, это на долг. Но, как бы, с девственницами геморроя в том смысле, что, во-первых, ты стопудово не получишь того удовольствия от секса, которого ты мог получить. Если ты не планируешь ее воспитать там от себя и жениться на ней потом, то, наверное, это не самый лучший вариант. Она потом к тебе привяжется, она от тебя просто не отстанет. Владимир, привет, подхожу к девушкам только под настроение, которое бывает редко. Загруженность на работе и так далее. Как выбросить лишние мысли, идти знакомиться? Мужик, скорее всего, вот это твое плохое настроение, загруженность и так далее, я согласен, что это есть, и все так живут. но, возможно, ты тем самым ты оправдываешь свое бездействие и подходишь к девушкам. Тебе нужен повод, чтобы оправдать какой-то свой дискомфорт, рецепливость, которая, в принципе, вполне нормальная для мужика. И ты объясняешь себе это тем, что вот, типа, я за группу, я за них. Выход только один брать себя за яйца и даже в плохом настроении подходить специально. Потому что такое может быть, да, что ты подошел к плохому настроению, тебя послали нахер, и оно у тебя еще больше ухудшилось. А может быть, такое, что ты идешь кустарший, задроченный, там, с работы, и вот какая-то классная девушка, солнечная, светлая, прикольная, и она дает тебе такую какую-то энергию, настроение. Вот мы тут вчера с мужиком снимали, да, в метро. Меня раз 10, наверное, послали перед тем, как какой-то подход нормальный получился. И девушка, я попросил у нее провести меня в метро, пикнуть за меня вот этой карточкой, и мы что-то с ней разболтались, она оказалась такая клевая, позитивная, что просто меня зарядила вот так вот, не знаю, на весь вечер. И потом уже у нас подходы пошли только так на ура. А вообще, мужик, лучший вариант, приходи на тренинг. 20 число, это как раз то, что тебе нужно. я там буду рассказывать, как вот от этого самообмана уйти, да, как избежать этого самонаебалого, потому что именно таким грубым словом мне хочется это назвать. твой мозг, он не всегда твой друг на самом деле, поверь мне. Его задача держать и удерживать тебя в состоянии комфорта, чтобы ты особо сильно не парился по жизни. Вот тебе хорошо и так далее, вот это или и это. Но, если ты хочешь добиться успеха какого-то, не обязательно с телками вообще пожить. Ты должен это четко осознавать, что вот сейчас, допустим, мой мозг притворяется там больным, каким-то уставшим, лишь бы только я сейчас что-то не делал. Есть такие уникальные прикольные случаи, когда у меня на тренинге у людей поднимается температура, хотя у него ничего не болит. Просто потому, ну это редко, но это бывает. Потому что чувак настолько не хочет этого внутреннего дискомфорта, его мозг придумывает физиологическую реакцию, чтобы дать ему причину, чтобы чего-то не делать. Это называется психосоматика. Владимир, привет. Подхожу к девушкам только под настроение, которое бывает редко. А, это мы уже читали. Да. Здравствуй, Володя. У тебя были клиенты, которые заикаются. Как ты с ними работал? Ведь когда заикаешь, очень сложно говорить с девушками. Я прекрасно понимаю, ребят, Тима, хочешь попить? Давай. Я прекрасно понимаю вот эту вашу проблему. Потому что я никогда не заикался, и вы подумайте, что где мне понять. Мне такие вопросы всегда вот интересны. То есть, такие случаи мне наоборот в кайф, когда люди приходят с какими-то такими проблемами, потому что это действительно интересно, помогать этому человеку. недавно был такой чувак, не буду называть его имени, он из Москвы. Я надеюсь, что он сейчас может быть тоже смотрит это видео. И да, он заикался, но это ему никак не мешало. Абсолютно никак не мешало. Попробуй, опять же, не отмазываться этим. Я понимаю, что звучит как-то хреново, да, что у тебя проблемы, ты считаешь, а я ее, типа, пуссела от Москвы. Но попробуй сказать себе, если уж я не могу от этого избавиться, мне надо себя принять таким, какой я есть. И женщина полюбит тебя не за заикание или не за заикание, она полюбит тебя от твоего внутреннего мужика, от того, что ты не стержишь характера твоей личности. Вот такие дела. Здравствуй, Володя, у тебя были клиенты, а, это уже читали, веду себя нагловато, спрашиваю, что хочу, даю понять, что не просто так подошел, подкладываю, подкалываю, не боюсь трогать и говорить, а ее недостаток, все по книжке. Потом она говорит моему знакомому, пусть он ко мне не пристает, не подходит, что-то типа того, в чем может быть моя проблема, уже не первый раз докладываю. Понимаешь, я считаю, что если бы она хотела, чтобы ты к ней не приставала, не подходила, она бы сказала об этом тебе, если она об этом говорит твоему знакомому, скорее всего, это, насколько я понял твой вопрос, это попытка как-то оправдаться, сложить в себе ответственность через твоего знакомого как-то попытаться сложить в себе ответственность, показать свою недоступность. Это все пиздеж, никогда не слушайте девушек, а смотрите за их реакциями вообще. Об этом я тоже буду рассказывать 20-го числа на онлайн-тренинг. Еще один вопрос. Вован сам проходил какие-либо тренинги, ну или хотя бы книги Лесли пересчитывал? Ребят, опять же, на Лесли жить не ограничивается. Лес, конечно, молодец, в том смысле, что он был одним из первых, да, я написал несколько книг, и когда-то я начинал с его книжек. Сейчас могу сказать, что уже дофига народу приходило переучиваться после тренингов Лесли. ничего плохого о нем не буду говорить, но по факту это так. Сам постоянно стараюсь проходить какие-то тренинги, либо онлайн, либо живые. опять же, те, которые нужны мне. Я сейчас рекомендовать никакие не буду. Один из последних это Сатори, про который я сейчас вот говорю в одном из последних видео. И опять же, меня вот раздражают просто эти люди. Я к ним отношусь с юмором, если я кому-то отвечаю жестко в комментариях, не потому что я обижаюсь и меня зливают, но потому что я просто таких вот стремных людей просто презираю. Я хочу просто ставить вас на место, тех, кто срет в комментариях. И вот там вот эти последние комменты по поводу Сатори, типа вот Вован впаривает еще какой-то тренинг. Чуваки, я вам ни хера ничего не впариваю. Можете оставаться в жопе. Я просто сказал, что есть еще какой-то тренинг, который я пробовал я сам и который охуительно помог мне. И мои тренинги я никому впаривать не собираюсь. Мои тренинги стоят дорого. Индивидуалка стоит 150 тысяч рублей. Чтобы ты понимал, что люди готовы отдавать эти деньги за то, чтобы попасть ко мне, за то, чтобы изменить свою жизнь. Никто тебя не заставляет. Впаривают тебе, не знаю, по телевизору, там, стиральный порошок, там, какой-нибудь, что-то еще. А это просто способ изменить свою жизнь. Да, возможно, он стрессовый. Любой тренинг это стресс. Любой тренинг это трата усилий. Денег, опять же, это должно стоить денег, потому что только тогда ты будешь что-то делать. Хотя, некоторые даже бабки не мотивируют. Но это мы уже отвлеклись от темы. Привет, мужик, мне 30, результат вообще нулевой. Номера вообще не дают. Некоторые даже имени говорят, а там просто убегают. из 10 подходов только 4 девки представились. Складывается впечатление, что меня боятся. Хотя я высокий, не толстый и в целом не улов. На меня сейчас находят чувство неполноценности и отчаяния. Мужик, я тебя очень сильно понимаю, потому что такие моменты бывают у всех. Когда тебя сливают, 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 сливают. Бля, я реально, я тебя понимаю, поверь мне, больше, чем кто-то другой. Сейчас я дочитаю. Как это отчаяние побороть? Какое от души можно найти, чтобы закрывать эти неприятные моменты? Слушай, ну вообще, из своего опыта, как бы ты не пытался отвлекаться, можешь идти в качалку, это знаю, можешь идти там, найди себе какое-то хобби, еще что-то. Для мужика очень важны две составляющие в жизни. Это бабки, деньги, десекс. И если с чем-то из этого будет какая-то проблема, какая-то нехватка, ты все равно, блядь, вот как бы ты не отвлекался, это все равно вылезет. Мужик, поэтому скорее надо не искать какую-то отдушину, а пытаться именно решить этот вопрос. Но опять же, чтобы решить этот вопрос, мне надо на тебя посмотреть, не знаю, увидеть, в чем проблема и помочь тебе. Опять же, все дело подходит к тому, что я приглашаю тебя к себе на грей. в чем именно тебе по ходу дела больше подойдет индивидуальный, потому что тридцатник это серьезный возраст, когда уже возможно нужно смотреть глубоко, в чем косяк. На самом деле, может быть, такое, что какая-то мелочь, знаешь, какая-то хрень, какая-то заноза, которую ты просто вытаскиваешь, человек расслабляется и все начинает просто цвести другими красками. Но вопрос с телками надо решать. К сожалению, вот от него никуда не денешься. Сам про... Так, лет... А, так, сейчас. Сколько лет было самому старшему детственнику у тебя на курсах? 29. Да, такое бывает, ребят. 24, 24, 29. Вот такие самые старшие мне чуваки. Вроде и получается заинтересовать девушку, но ничего-то не хватает. Не хватает, как я понял доверие, как развить умение вызывать доверие. Мужик, это тоже вопрос небыстрый. Есть очень много нюансов в плане невербалики, в плане прикосновений, в плане даже того, как ты подходишь. То есть, если ты изначально с первых секунд накинулся на нее как-то дико, то уже она как-то осторожно с тобой общается и так далее. Доверие можно вызывать на свидании везде, 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 везде. Опять же, это отдельная тема, которую я прорабатываю на своих тренинг. Ваван, вот несколько интересных вопросов. Если ты вдруг любишься и поженишься, ты дальше будешь продолжать заниматься пикапом. Если да, то до скольки лет. я хочу поучиться на тренера и заниматься тем же, чем и ты. Это возможно. Есть какой-то отдельный тренинг дает его. Ну, мужик, то есть, я хочу стать тренером личностного роста номер один в России. У меня такая цель, я знаю, что когда мне будет 35, она будет выпущена в реальность. Я для этого сейчас работаю. Параллельно с пикапом я пишу какие-то тренинги по мотивации, по личностному росту. В конце года ты уже увидишь какие-то из них и у тебя будет возможность поучаствовать в семинарах на эту тему и даже пройти мой тренинг. Естественно, что в 40 лет я не буду бегать с 18-летними парнями по торговым центрам за девками, но это вопрос решаемый. Моя девушка знает, чем я занимаюсь, она меня сама потом спрашивает и она так или иначе вынуждена или согласна мериться с тем, что происходит. По поводу тебя ты сначала проходишь тренинг, потом ты варишься в этой теме какое-то время, тебе нужно реально опыт, потому что в отличие от многих доморощенных так называемых тренеров, которых сейчас дохера развелось, не буду про них говорить, они все в принципе вот на лицо. Чтобы стать тренером, надо как минимум самому проходить несколько тренеров в этой сфере по этой тематике, по каким-то смежным тематикам, прочитать дохера книг, что-то понимать в психологии, в психотерапии возможно даже. Очень много практики, очень много практики, да, и очень много практики. Я могу у меня в планах, у меня сейчас есть в команде два тренера вокруг меня, у меня в планах расширять все это и возможно там через год, через два мне понадобятся какие-то еще люди для того, чтобы я их научил быть тренером. я могу тебе это предложить, но это будет не споро и мы здесь об этом говорить не будем. Вован, как не влюбиться, мужик спрашивает. Немножим, к сожалению. Слушай, у меня к тебе такой вопрос, а как влюбиться? И не только у меня, потому что я типа искушен там в отходах к девкам общением с ними. Пожалуй, наверное, процентов девяносто людей, которых сейчас вопрос задашь, они тебе то же самое скажут, как влюбиться. Если ты имеешь влюбляться, что типа повышается ее значимость и это портит процесс соблазнения и ты прогибаешься и становишься в позицию снизу, можно влюбиться, но при этом сохранить свою позицию сверху. Это, конечно, нелегко, но это можно сделать. Я бы с удовольствием сейчас кого-нибудь влюбиться. Это настолько охрененное чувство когда тебе хочется жить, когда тебе кажется, что все двери открыты, когда тебе кажется, что в жизни появился какой-то смысл. Привет, Лаван сидел с двумя девушками в кафе, включая, сидел рядом с той, которая больше понравилась, возбуждал, трогал, нюхал, вторая постоянно сидела в телефоне, мы ее даже подстегали, все было офигенно, первая сама легла на плечо, трогала, но в один момент они захотели пройти вместе в туалет, я говорил, пойдемте по очереди, не пущу двоих, но ты правильно говорил, чувак, но в итоге они ушли вместе на 10 минут после того, как первая начала морозить, ну короче, вернулись и она отморозилась, наверное, ее подруга мост промыло ей, вопрос, как все-таки было лучше сделать, чтобы не оставлять их двоем наедине, ну вопрос такой, что если уж они собрались в толчок и иногда бывает, ну ничего ты не сделаешь, но есть какие-то пара секретных техник, сейчас я тебе рассказывать, их не буду по той причине, что реально нужно много времени и б это второе, что нужно понять твою ситуацию досконально, что говорили, что делали, исходя из этого я тебе могу рассказать, что можно было сделать лучше, эта ситуация уже проебана, но в следующий раз ты уже эту ошибку не повторишь, сейчас просто нет времени хотя ситуация очень интересная, потому что у самого было довольно много обломов связанных с этим в начале пути, привет Владимир, применительный такой стиль знакомства для девушек 17-20 лет, да, если попадаются стеснительные девушки, что быстро трогать не следует, да, еще раз напоминаю, что в жизни я не всегда трогаю девок так часто и много и быстро, как на моих видео, хотя вчера вот когда девушка провела меня через турникеты, я просто ее всю изобнимал, не знаю, она занимается танцами, мы там попробуем что-то станцевать, ну смотри по ситуации, колеблю реакцию, если девушка реагирует на тебя как-то холодно, что ты ее пугаешь этими прикосновениями, тут же переставай, смотри за ее реакцию, как взять себя за яйца подойти, ты показал буквально в смысле, я имел ввиду просто взять и подойти, взять и подойти, да, взять и подойти, и мы показываем, ну музыка, есть очень много способов себя замотивировать, опять же о них я буду говорить 20 числа на своем моменте, плюс посмотри канал, скорее всего здесь есть бесплатно в доступе какие-то видосы по поводу мотивации, есть разные прям вот мотивации вот, когда тебе просто ты погружаешься в такое состояние, когда тебе невозможно не подойти, потому что будет миздец, но лучше, конечно, прийти к мотивации к, это когда ты делаешь это потому что тебе это приносит удовольствие, как перейти от мотивации от мотивации к, об этом мы будем подробно разговаривать, но не сейчас, голод так, сколько там еще осталось? Блин, так, что-то уже долго сейчас, так, сейчас, давайте некоторые вопросы пропустим. Здоровый мужик, у меня к тебе вопрос, знакомлюсь без проблем на свиданиях, поцелухе, на эстетика лапани без проблем, на третьем, четвертом свидании привожу ее на хату под предлогом попить чай, посмотреть клевое кино, вот уже лежим, обнимаемся, вот побороть ее от маски никак не могу, что делать в данной ситуации? Это, пожалуй, мой единственный косяк. Я тебе скажу так, если девушка пришла к тебе домой и легла с тобой в кровать, то, значит, секс уже неизбежен, он должен быть. Ну и как женщина, она должна свалить с себя ответственность, показать свою недоступность. У кого-то это сильнее, у кого-то это слабее. Чтоб ты понимал, если она вообще пришла к тебе домой, значит, она уже готова к сексу. Еще раз, может быть, эту фразу слышал, как говорит одна моя знакомая женщина-психолог, если девушка пришла к тебе вечером, она должна быть либо женщиной, либо никем. по поводу отмазок перед сексом, я не хочу, не трогай меня, не надо все портить, мы слишком мало знакомы, ты сейчас все испортишь, я сегодня не готова, давай завтра, давай не сегодня, почему ты меня трогаешь, что еще они говорят обычно? Я не хочу, убери руки, бля, что еще говорят? вам всем только это и нужно и прочая-прочая хрень. Вот как работать с этими отмазками и возражениями перед сексом, опять же, я буду подробней всем образом рассказывать 20 апреля на своем онлайн-тренинге, который будет длиться 6 занятий в течение двух недель. Что ты сжешь, Тима? Не сжи. Ребята, ну, там куча информации, я просто при всем своем желании не могу сейчас дать вам всю эту информацию. Но могу сказать только одно, что все эти отмазки я слышал по 100 тысяч раз каждый. И все это просто проверка тебя, ты сильный самец или муж или слабый самец. Если ты, скорее всего, не преодолеваешь эти отмазки и на следующий день она начинает сливаться или не вызваниваться, чувак, это так и будет продолжаться, пока ты не научишься что-то с этим делом. девушка с которой я расстался сказал мне я на прощание, что вообще я не знаю почему была со мной. Говорит, притворялась. Еще сказал, что я постоянно умничаю. Спросил у друга, он тоже считает, что я умничаю. Что делать, мужик? Ведь сам за собой такого не замечаю. Попробуй привлечь своего друга, чтобы он последил за тобой как-то, но если он твой друг, он тебе поможет. Бывает такая херня, чувак. И опять же, мнение двух людей, какой-то телки и твоего друга, это совершенно не мнение истинное, искреннее. Возможно, это не так, возможно, это не так. Работай над собой, этим словом. Расскажи, как влияет разница в возрасте, а то есть легенда, что если девка старше тебя, то с ней получается проще прикидить результат. Дальше не дочитываю, вообще, да, девушки старше, они понимают, для чего тебе член, для чего ты подошел, для чего ты зовешь их на свидание, они меньше ломаются, с ними проще. Если так, из своего опыта. Вопрос, какое время суток подходить на улице будет успешнее? С 15.6 во вторник. Мужик, это не тот вопрос, который ты должен себе задавать. В любое время суток. в любом месте, в любую погоду, в любой стране, в любом городе. Расскажи, пожалуйста, про упражнения, которые ты даешь первым делом детственников, пришедших к тебе на тренинг. Об этом упражнении я буду рассказывать на самом тренинге, сам ответить на свои вопросы. Здорово, мужик, познакомился с девушкой, взял номер, когда звонил, всячески морозилось. И тут увидел сегодня ночью ее в клубе. Подошел, все сделал по твоим методикам. В конечном итоге ее фраза «Ну что, поехали?» меня приятно удивило. Спасибо. Вот это то, что я хотел увидеть. Ты красавчик. Иван Ю, ты мужик, молодец. Рад, что все-таки немало людей, которые смотрят мои видео, черпают какую-то инфу, и у них что-то получается. Ребят, вы красавчики. Что могу сказать? Для вас я и работаю. Это самое приятное, когда ты видишь, что каким-то людям это помогает. Ты молодец, мужик. Такая фраза, это на самом деле нечасто от девушки. Я бы с удовольствием там лишний раз послушал. Еще один вопрос. Что делать, если при знакомстве девушки говорят, что они торопятся или спешат на просьбу остановиться и никак не реагируют? Опять же, будет целый блок по работе с возражениями. Я спешу, я тороплюсь. У меня есть парень. Я не даю свой телефон. Я не хочу знакомиться. У меня нет времени. Давайте я запишу свой телефон. Добавьте меня ВКонтакте, лучше найдемся там. А вы что-то пикапер, вы с кем-то поспорили. Почему вы меня называете на ты и прочее, 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 прочее. Возражений много, я знаю, что с ними делать, чувак. Так уж вышел, что бесплатно я эти вещи не раздаю, потому что... Ну, потому что это моя работа. Привет, Вовчик. Есть такой интересный вопрос. Использовал ли ты девушек чисто в корыстных целях, например, ради временной квартиры, автомобиля и так далее? Ну, в основном нет, но было такое, что девушки дарили мне подарки, и я от них не отказывался. Или как-то помогали мне. в этом ничего такого нет. Ты не знаешь, что ты мудак, там, альфонс, и жидко. Это вообще отдельная тема, я про нее как-нибудь сниму видос. Мужик, ты изменил мою жизнь, спасибо тебе, вопрос. Можешь ли ты выложить подробное видео или хотя бы заставку про секс? Как себя удовлетворить? А, как себя удовлетворить, я знаю. А как отдать максимально девушке? Могу только догадываться на примере малого количества партнеров. Ну, чувак, при всем желании я бы, конечно, снял, а... А вам удобно будет, Левушка, если мы сейчас будем разговаривать про секс, про всякие такие штуки? Ну, нет, мы сейчас через 10 минут придем, пожалуйста. Не можете присесть, давайте попрещайте. Мы просто снимаем на видео здесь. Присаживайтесь. Ну, так, тут как раз вопрос был про секс. Камасутра. Я бы с удовольствием тебе все это показал, но для меня это уже слишком интимно. Я могу это на словах объяснить как-то, да, рассказать какие-то фишки, техники, показать на какой-то девушке, опять же, да сейчас я этого делать не буду. Здорово, мужик, такой вопрос. При знакомстве девушки говорят, что у меня есть парень, но при этом телефон дает, даже вызванивается, приходит на свидание. В принципе, меня это не останавливает, что у меня есть парень. Как только начинает рог, где она отмораживается, короче, свидание проходит не так, как я хочу. Как быть в такой ситуации? Второй вопрос. Знакомость, провожу свидание, все хорошо. Бля, мужик, что-то очень долгий вопрос. Реально, давай мы его пропустим. Напиши, если ты узнал себя, напиши этот вопрос еще раз где-то в комментах, я на него, возможно, отвечу. Привет, мужик, проблема необычная. Как держать девушек на расстоянии? Как не влюблять в себя, игнорить или относиться плохо, не могу, хочется гулять? Я понял с этим вопросом. Попробуй быть искренним с ними, чтобы они все узнали, что есть какие-то еще другие девушки, сразу никого не наебывают, сразу говори как-нибудь. Да, есть определенный риск, что тогда, может быть, половина из этих девушек тебя сольет, вот зато ты никого не будешь обманывать, ты не лишишься. Привет, Вова, такой вопрос, не задумывался ли ты, что такое обилие женщин в твоей жизни никогда не даст тебе возможность остановиться? По-настоящему выгодится. У меня была несчастная любовь, блаблабла, порой сам жрешно занимаюсь в пикапе. Многие психологические пятипуски мешают искренним отношениям заранее. Спасибо за ответ. Ну, я знаю, что меня настигнет та женщина, которая создана для меня, а я создан для нее. Пикап здесь не при чем уже. Если ты при этом остаешься человеком, а не каким-то озабоченным животным, которых я вижу в последнее очень много, то пикап никак не повлияет на то, что найдешь ты себе жену или не найдешься. Пикап – это вот такой образ мышления скорее. И вот место, которое уделяется женщинам в образе мышления под названием пикап, оно процентов 20-30. Пикап – это, знаешь, для меня это способ соблазнить жизнь. Только слышишь свои слова чего-то, потому что я сам себе их иногда напоминаю и понимаю, что это реально так. Пикап – это способ соблазнить жизнь. Соблазнить мир, если хочешь. Хай Вова нравится девушка, которая дорого выглядит, но всегда боюсь подходить к таким, так как я уже одет и нет айфона и прочих атрибутов успешного человека. Чувак, айфон – это не атрибут успешного человека. Я знаю кучу людей, которые купили себе айфон, там, и последние деньги в кредит. Я считаю, это бред. Поспел каждого бомжа айфон, стоит ли походить к таким девушкам, которые по соц. лестнице выше тебя. Да, стоит. И, во-первых, это будет тебя мотивировать работать над собой всячески в финансовом плане, в плане успеха и так далее. Во-вторых, это будет прокачивать твои яйца, делать их все более железными, железными, железными. Здорово, мужик, вопрос, стоит ли валить из своего маленького города в большой для нового знакомства с девушками? В большом городе, мне кажется, девушки более как-то симпатичные, ухоженные. Я вообще сторонник того, что надо всегда валить из своего маленького города в какой-то более большой, потому что есть возможность заработать денег. Хотя денег можно заработать и в деревне, чувак. Если, конечно, извините, и на твою округу. Да, так, ребята. Что делать из меня парик маленький рост, небольшой член? Чувак, примей это. Я понимаю, что это трудно, но пока ты это не примешь, ты не сможешь себя вытянуть, дать, и нарастить сихер. Хотя сейчас, наверное, все можно вообще, но лучше принять себя таким, какой ты есть. Как только ты примешь себя, женщина начнет принимать тебя и будет давать тебе все блага. Но вот здесь ты точно клиент тренинга Сатуре на самом деле это то, что тебе поможет. Мне интересно, сколько шансуин платит девочкам, чтобы они играли на камеру, просто не поймут, что все такие добрые вокруг него. В реале попробуйте ставить на какую-то красивую, не очень бабу, любите реакцию на вас. Бля, мужик, ты просто мне запретили сейчас ругаться матом. Илья Рейзер. Пусть приезжает к тебе. Илья Рейзер, да, вот как бы. Я, я почему-то всегда любил мериться хуями, да, и там, что-то кому-то доказывать, хотя, как они, давно уже всем все доказал. Чувак, ну, сколько ты найдешь, ну, найди 30? Найдешь 30? Сколько там, не знаю. Ну, давай, короче, я тебе даю отличный шанс заработать еще 30 сверху. То есть, мы просто скидываемся, если ты мне показываешь 10 делок, которым надо подойти и все эти 10 делок на меня будут нормально реагировать, ты просто проебываешь свою 30-ку и остаешься с ощущением того, что ты лузер, чувак. Я не заставляю тебя верить в то, что я тут говорю или что снимаю. Ты можешь вообще не смотреть мой канал просто для того, чтобы не травить себе душ. У меня есть такой знакомый чувак, Дима Кравченко. Дима, если ты меня видишь, блядь, я говорю именно про тебя, который мне когда-то сказал, что не рассказывай мне про Дима Кравченко, а то мне тоже захочется. Вот ты, я думаю, такой же чувак, как этот Дима. Я еще раз говорю, меня посылают, отшивают девушки либо в прошлом, либо в следующем видео. Ты увидишь отказы, вот я решил выжить несколько отказов. Я принципиально никогда не снимал подстав и не собираюсь этого делать, чувак. А если ты не веришь, что что такое может быть, то я тебе просто сайт чувствую. Хуёво тебе живется, мужик, я тебя жалко. Ваван, что делать, если девушка говорит, что ты слишком наглый и много себе позволяешь? Это комплимент, чувак. Продолжай делать то же самое. Говори, я не наглый, я настойчивый, я такой. Расслабься и кайфуй. Это реально лучший комплимент после того, когда тебе говорит, девушка, я хочу от тебя, ребенка. Ваван, стоит ли заезжать перед первым свиданием? говорил уже. Так, будь водой, у тебя тут какой-то космический вопрос, мужик, тебе... Патрейка по лагину осталась. Бля, тебе, короче, большое спасибо, дружище, что ты являешься моим поклонником, реально там какие-то вещи хорошие пишешь, вопросы интересные. Блин, мужик, не знаю, сейчас просто не могу ответить на твой вопрос, просто смотри, тут первое, второе, что-то там, то-то, треслили. Но, не знаю, напоминай о себе, я в каком-то из следующих видео именно для тебя, мужик, сделаю какие-то какие-то комментарии. Здорово, мужик, ты так, как ты упоминал про расстановки по Хеллигеру. Ребят, расскажу в каком-то из следующих видео. Почему не хорошо относишься к БМ? Ребят, я хорошо отношусь к БМ. Они вообще красавчики, молодцы и так далее. Но если взять как-то глобально, то... Если ты не долбоеб, то БМ тебе поможет. Просто некоторых людей это прошивает настолько, что он приходит, говорит, я хочу быть бизнесменом, я хер знаю, что я буду делать, я пойду торговать китайскими тапками и заработаю себе денег и так далее. То есть, я к тому, что некоторых людей БМ делает дебиоми. У меня есть такие люди. Но вообще, в целом, это охрененный проект. Еще раз говорю, что Петя и Миша просто красавчики и все остальные члены этого проекта. Как-то так. Ребята, на этом все. Еще раз напоминаю, 20 апреля стартует онлайн-тренинг за 5000 рублей. Почему такая цена? Чтобы каждый человек, который смотрит мой канал, мог себе это позволить. Если ты взрослый мужчина, неважно, но если тебе 18, то уже взрослый мужчина и не можешь найти на собственное развитие 5000 рублей, мужик, но это уже не ко мне. Я сделаю этот тренинг по тысяче, ты не придешь за тысячу. Но я не буду помогать тебе бесплатно. По той причине, что это моя работа и по той причине, что для тебя это должно чего-то стоить. Только тогда ты будешь что-то делать. 20 числа стартует онлайн-тренинг. Запись только 15-го и 16-го. Стоимость 5000 рублей. Торопись можешь не успеть. Все, счастливо. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok